доброго времени суток дорогие друзья рад видеть вас на канале уральский калейдоскоп сегодня у нас в плейлисте наши снасти новый обзор которым я хочу рассказать немножко о 7-метровом маховом удилище от фирмы кайда модель фортекса спарк стив удилище укомплектовано бархатным чехлом бежевого цвета очень приятным на ощупь и на вид вот она пока еще у нас с не оторванной этикеткой и давайте рассмотрим содержимое этого чехла открываем а вот такое удилище очень приятное оформление светлые тона с преобладанием голубого в отличие от некоторых других моделей здесь кайда практически все основные характеристики на камлевом колене подробно расписала то есть и длина длина транспортная количество колен вес дизайн как и многие китайские фирмы позаимствован у других производителей в данном случае это итальянский дизайн и указания на материал из которого изготовлена удочка это японский карбон который создан по технологии припред имеет очень высокое качество и небольшой вес несколько слов скажу о технических характеристиках удочки как я сказал уже эта модель фортекса спарк стив характеристики которые заявлены производителем следующие это вес 220 грамм что для 7-метрового удилища очень неплохо длину производитель указывает как 6 метров 85 сантиметров хотя удочка относится к категории 7 метровых тем не менее вот указывается длина и мы реально ее проверим не лукавит ли здесь производитель материал бланкокарбон значит удочка телескопическая что мы сейчас увидим транспортная длина 140 сантиметров 7 колен хлыст удочки тубулярный то есть полый и строй medium fast что на самом деле из себя удочка представляет сейчас мы с вами разберемся ну начнем с комлевого колена пробка вкручивающиеся что очень удобно сама пробка металлическая из дюралевого сплава пробки имеется резиновый амортизатор который при раскладывании и складывании удочки не дает торцевым частям других колен внутренних разбиваться о металл пробки на самой пробке также имеется резиновая прокладочка которая предохраняет от повреждения края комблевого основного колена так идем дальше каждое колено пронумеровано случае поломки колена не сложно заказать у производителя или в интернет-магазине аналогичное колено указав значит модель удочки и соответственно номер этого колена первое колено как я уже сказал тубулярные то есть полая довольно таки упругая без всяких вклеек и в этом основное отличие этой модели удочки от похожей модели от этой же фирмы кайдо эта модель мой любимый aventador с которым я уже от рыбачил не одну рыбалку который меня полностью устраивает ссылка на обзор в описании к этому видео и в подсказке которую вы сейчас видите наверху значит это кайдо aventador вот и в чем его отличие это первое колено она значительно тоньше чем у фортексы и она с вклейкой вот эта вклеечка то есть до этого места колено идет полая тоже тубулярная и в него вклеена уже сплошная секция не имеющая внутреннего отверстия отличие в том что это тубулярное колено она более упругое и менее гибкая жесткая по сравнению с вклеенным вклеенная вот можно его в принципе в кольцо скручивать и с ним ничего не произойдет но за счет этого строй удочки более мягкий поэтому производитель позиционирует модель aventador как удилище со средним строем то есть medium а модель фортекса именно вот это спарк стив как удилище со строем medium fast то есть что-то между средним и быстрым строем поэтому если например ловить на боковой кивок то конечно для этого больше подойдет модель именно фортекса spark вот такое основное отличие этих двух удочек здесь уже скажем так при выборе модели все зависит от личных предпочтений как-то любит пожестче строй значит выбирает фортексу спарк стив кто кому нужно помягче тот выбирает конечно aventador преимущество в клейке как я уже сказал в том что она очень гибкая и сломать ее очень сложно поэтому даже под рыбой она изгибается очень сильно и не ломается что касается тубулярного кончика с ним приходится быть немножко поосторожнее и рыбу более-менее серьезных размеров брать конечно однозначно в подсачек иначе хрупкий кончик просто-напросто сломается ну и теперь давайте друзья проверим насколько технические характеристики заявленные производителем соответствуют реальным размерам и характеристикам этой удочки начнем с транспортной длины я всегда уделяю этой характеристики внимание потому как сами видите что удочка сама не короткая и даже заявленные 140 сантиметров производителем это немало проверим насколько это соответствует действительности выравниваем по комлю и смотрим что у нас получится удочка в сложенном состоянии получается 142 с половиной сантиметра и никто не перевозит удочку вот в таком виде удочка переводится в чехле значит еще как минимум пол сантиметра мы бы должны накинуть и того у нас получится 143 сантиметра то есть транспортная длина удилища составляет 143 сантиметра что на три сантиметра больше чем заявлено кайдой так и посмотрим что у нас с весом вес производитель на сайте заявляет как 220 грамм это очень хороший показатель при такой цене и говорит это о том что при изготовлении применен карбон высокого качества и поверьте 7 метровые удилища в этом весе или в меньшем весе находится в гораздо более высокой ценовой категории значит производитель 220 грамм указывает без пробки обычно то есть удочка в боевом положении разложенная без пробки должна весить 220 грамм сейчас мы это и проверим но вот удочка на весах ювелирных отбалансирована нигде ничего не касается и чистый вес без пробки мы видим 238 грамм то есть вот почти 20 грамм производителем занижена вот что у нас касается веса то есть немножко производитель здесь лукавит так и теперь друзья мы с вами проверим какую на самом деле длину имеет удилище значит она как я уже говорил относится к категории 7 метров то есть это 7 метровое маховое удилище производитель нам пишет что удилище имеет реальную длину 685 то есть на 15 сантиметров не достает до 7 метров это нормально какую длину на самом деле имеет удилище мы сейчас с вами посмотрим рулетка у меня пятиметровая поэтому будем мерить в два этапа а потом сложим цифры двух замеров такой липучкой сейчас закрепим рулетку есть и пойдем в натяг мерить так значит вот друзья у нас получилось до конца четвертого колена 415 сантиметров и сейчас нам останется по мере длину от третьего до первого колена край рулетки упираются в торец четвертого колена за счет небольшого изгиба несколько миллиметров там пару-тройку может быть погрешность это нам вообще не критично и начинаем выдвигать колено и мерить и вот он наш кончик друзья и здесь мы видим пусть даже с небольшой погрешностью 262 сантиметра получается длиной 677 сантиметров на 23 сантиметра короче категории семиметровки и на 8 сантиметров короче той длины которая производителем указана как реальная так и остановлюсь еще на характеристиках которых иногда подписчики меня спрашивают посадочный диаметр первого колена для подбора хлыста можно подбирать любые хлыстики поэтому посадочный диаметр при этом лучше знать и здесь он составляет 4,2 миллиметра это раз и коннектор к нему подбирается диаметром 1,25 миллиметра то есть чтобы не думать не гадать вот такие параметры кончик имеет и если кому интересно диаметр комля заявлен производителем как 26 миллиметров но мы сейчас проверим так вот от 3 по мере вот у меня получилось 28 может отсюда и берется лишний вес потому что материала при большем диаметре естественно немножко ушло побольше плюс погрешность какая-то в технологии при производстве вот эти граммы они и набегают принципе удилище мне понравилось и оформлением и техническими характеристиками ну а погрешностями в весе и длине страдают и более именитые производители гораздо более дорогих удилищ и вот при таких характеристиках около 7 метров и весе 220-240 грамм маховое удилище обычно находится совершенно в другой ценовой категории поэтому считаю что сочетание цены качества здесь очень неплохое на этом буду заканчивать друзья спасибо что были на канале спасибо за просмотр и заходите чаще с кем-то увидимся на водоемах с кем-то на канале всем не хвоста не чешуи и рыбацкого счастья